В октябре в Беларуси вступит в силу измененный закон о предпринимательской деятельности. Реформирование системы затронет около 40 тысяч ИП, которым предстоит перейти в юридическое лицо. Сделать это можно будет всего за день по упрощенной системе. Виды деятельности, которые смогут осуществлять индивидуальные предприниматели, правительство определит до 1 июля. С октября регистрация ИП прекратится, если их направление работы не включено в список совмина. Ученые Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси создали чиповую тест-систему для выявления сразу 200 аллергенов. Разработчики отмечают, тест будет дешевле и точнее зарубежных аналогов, так как в нем собраны аллергены, которые свойственны именно нашему региону. Акцент будет сделан на определении пыльцевых, пищевых и эпидермальных аллергенов, а также клещей домашней пыли. На должность заместителя председателя Могилевского горисполкома назначена Виктория Амелюсик. С 2019 года она была заместителем председателя Бобруйского горисполкома, курировала вопросы социальной сферы. Ранее работала в сфере образования, возглавляла управление по образованию, имеет большой опыт работы на руководящих должностях. В администрации Ленинского района вручили свидетельство о регистрации пяти центров территориального общественного самоуправления. Именно они самые близкие и надежные партнеры Бобруйского горсовета, исполнительного комитета и администрации в решении конкретных вопросов. Участники прикладывают руку к наведению порядка в микрорайонах, организуют жителей на участие в субботниках. В Бобруйске прошла премьера фильма «Время вернуться» национальной киностудии «Беларусь. Фильм». Военно-историческая драма режиссера Ивана Павлова приурочена к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Картина рассказывает о малоизвестных эпизодах боевых действий партизан, благодаря которым стало возможным успешное проведение операции «Багратион». Фильм – дань памяти подвигу героев.